добрый час я с вами как всегда маргарита и это it's и школа успешных продаж а вы часто меня спрашиваете побольше делать вам позитивных видео и вот поэтому сегодня я решила выполнить одно из ваших пожеланий позитивные видео они могут быть абсолютно на любую тему но сегодня я хотела бы поговорить по поводу почты да у нас уже много с вами есть видео по поводу почты но это будет такой небольшой позитивным и так оставайтесь со мной и я вам расскажу свое видение на то что происходит у нас на форуме да что касается почтового сегмента оставайтесь со мной это с вами как всегда маргарита и это it's и школа успешных продаж переходим к сливкам до переходим к позитивному видео очень часто я наблюдаю за той картиной что на форуме люди обсуждают у кого и когда и как быстро что-то дойдет вот у меня клиент запросил отправку в такую-то страну как вы поделитесь своим опытом когда и к сколько у вас это заняло времени сколько там вопрос понятен да вот вы все задаете вопросы друг другу и пытаетесь понять сколько у вас это займет времени чтобы осуществилась доставка в тот или иной на тот или иной континент что я вам хочу сказать опять таки когда мы там тогда начинали у нас не было такой возможности обсуждать сроки доставки почты были стандартные сроки мы на них ориентировались на себя себя конечно же всегда хочется чтобы доставка была чуть раньше чем запланировано да но мы никогда не обсуждали и никогда не надеялись на чей-то другой успех или результат почему я хочу сейчас вам намекнуть на то что вам сделали продажу клиент у вас заказал постарайтесь внутри себя определиться до поставьте внутри себя такую фразу мой клиент получит заказ вовремя до к нужной ему дате да естественно бывают такое что люди не читают до клиенты ваши не читают а какому числу должна быть отправка из любого правила есть исключение то же самое и здесь да не прочитали думали что вы находитесь там на соседней улице просят отменить заказ потому что не видно но когда нет вот таких вот четких сообщений о том что я не знаю о том что не прочитали или что-то такое вот все не спрашивайте у наших же участников нашей группы сколько у вас времени заняло сколько у вас времени заняло а какие сейчас сроки дело в том что это все позитивная фигня да как некоторые говорят позитивная фигня но она к сожалению или к счастью тем кто с ней работает она работает в тот момент когда вы получаете информацию что ой сейчас все плохо и посылки отправляются очень сложно и очень медленно все в этот момент ваша позитивная аура позитивные крылья как с которыми вы создавали вашу работу которую вы все оптимизировали выставили фотографии будут огромную работу проделали и на конечном этапе когда уже нужно доставить это клиенту кто-то там сказал что у него были плохие результаты вы сразу же сниклись потухли то будет значит у меня сейчас долго и будет идти нифига подобного то почему я и тогда и сейчас и вообще я не обращаю на это внимание чем быстрее вам ментально отпускаете вашу посылку во вселенную так скажем в руки вашего почтова почтальона потом службы и так далее так далее так далее да чем быстрее вы распрощались этой посылкой и чем быстрее с какими вы если мы вы ее провожаете с такими она и придет если человек уже заранее боится отправлять в ту или иную страну посылку угадайте что я уже об этом не раз говорила все верно ваша посылка где-нибудь затормозит потому что вы уже изначально заложили такую программу что не хотела бы я отправляйся туда долго отправляет переключите свое сознание на другую сторону скажите что сегодняшнего дня мои посылки будут доставляться вовремя я отхожу несу на почту посылку я делал определенно какой-то там я не знаю ритуал или волшебную штуку танцы с бубном пожалуйста что придумать это и было будет помните как в россии даже не в россии а в советском союзе когда писали еще письма что писали лети письмо с при с приветом приди письмо с ответом да и мы это писали там я не знаю кто если кто переписывался да никаких таких экспресс-служб не было да то есть обычный конверт мы отправляем и мы точно знаем что она придет всегда она приходила задержка и так далее но мы точно знали что это придется но сейчас ситуация другая клиент заплатил деньги клиент хочет это быстрее увидеть но вы главное не вам главное не надо бояться того что что-то случится что что-то не так случилось произойдет до отправляете письмо поставьте такую какую-нибудь наклейку волшебной позитивную до красная дорога зеленая дорога до зеленая дорога мои посылки это опять-таки это симаронские тоже вы меня очень часто спрашивали попробовать сделать вам симаронские техники симаронские позитивные ритуалы может быть летом когда начнется более в менее свободное время я буду вам такие делать но даже отсюда да вот сейчас я разговариваю зеленый коридор так кто часто летает тот знает что международные даже не международный в аэропорту есть зеленый коридор то есть это экспресса да то есть вам не нужно никакие документы предъявлять но не не тоже никакие но у вас идет как в и айпи ложи до возьмите на своем конвертике бога ради сейчас услышала поставьте vip mail да где-то в уголочке vip mail да либо что-то там такой секретный код который только вы и ваше внутреннее подсознание будет знать что это доставится без всяких проблем то есть чисто спокойно как зеленый коридор возьмите даже зеленый маркер до зеленым маркером полосочку поставьте вы будете знать что означает эта зеленая полосочка зеленая полосочка означает что ваш конверт идет по зеленому коридору либо ваша посылка идет по зеленому коридору это все на вашем ментальном уровне Вот здесь, на корочке. И какую ауру вы себе делаете перед тем, как вы отправляете ваши посылки. Еще такой пример у меня идет, пока идет это видео. Вспомните два кота, допустим. Иногда я смотрю, наблюдаю у нас здесь. Вот они друг на друга смотрят. И первый, кто сдастся, первый, кто моргнет, первый, кто покажет вот этот вот секундный испуг, тот и проиграл. Даже самое, когда у меня муж смотрит MMA fights, борцовские такие поединки. И вот этот вот первый момент, когда их вот этих вот участников боя, их подводят друг к другу. И они смотрят друг к другу в лицо, и прямо в их глазах, в каждом выражении считается «я буду победителем». Да, я буду победителем. И тот, кто не выдержит вот этот вот eye-to-eye, eye-contact, тот уже чувствуется, что меня победили. Взор и так далее, он идет, он играет большую роль. Даже с моими детьми я не боюсь идти работать с очень трудными детками, да, эмоциональными, физическими, да, потому что я стараюсь не показать им того, что я их боюсь. Буквально на этой неделе у меня тоже был такой случай. Нужно было срочно перейти в другой класс, да, там не было сотрудника, нужно было. Я детей этих, точно я их не знаю, да, я не знаю, что от кого и ожидать, да, но, естественно, это мы так. Я знаю, по слухам, вот этот вот ребенок сложноватый, да, он может наверх-вниз опускаться в плане эмоциональной, да, он может там что-то такое случиться. Видимо, я не показала страха, что я боюсь с ним работать. Я не показала того, что давайте мне лучше другого какого-то ребенка, там, попроще, чтобы на колясочке я поводила, потому что я не знаю, что ожидать от других детей. И что самое удивительное, да, даже ребенок в какой-то момент решил, что пора пройтись по школе, да. Я не, с одной стороны, у меня первая мысль, а я не знаю, как он будет себя реагировать, у меня нету walkie-talkie, если у него что-то случится, мне нужно будет пейджер. То есть я могла пойти по траектории, чтобы я делала, если что-то случилось, да. Нет, я сказала, ничего не случится, все будет хорошо, мы сейчас пройдем круг по школе, и мы вернемся в класс без единого инцидента, да. И что вы думаете, все так и прошло. Мы прошли всю школу, да, и когда я зашла, да, и он так посмотрел мне в лицо и сказал, ну, как бы, ну, спасибо, что со мной прошла, да, и сел на свое место. Ну, естественно, учителя такие, все нормально было, я говорю, да, все нормально, все хорошо. А к чему это я говорю, да, три примера я вам провела. Когда вы показываете на энергетическом уровне, что вы уже боитесь, да, что там у Маши 4 недели заняно посылка, что у Татьяны там за 3 дня, но мне никогда не везет, поэтому у меня будет 3 недели идти, и какой-нибудь геморройный клиент появится, все, вы уже свою вот золотую ауру волшебную, вы уже ее разрушили, только благодаря вашей моментальной мысли, по какой траектории пойти, у меня будет все хорошо. Нет, у Маши там было 4 недели, значит, у меня чуть больше будет, потому что мне никогда не везет. Если у Тани там за 3 дня доставилась посылка, то у меня, скорее всего, будет там что-то еще, либо ко мне она вернется, либо что-то еще. Нет, такого не надо делать никогда. Все, именно на этом заканчиваю это позитивное видео по поводу почты, да, с какими намерениями вы отправляете. Это уже как бы финал, да, это уже финал всего того, что можно было на ИТСе, да, получить. То есть сначала нужно создать, как я вначале сказала, создаем, потом нужно отфотографировать, потом нужно описание, SEO, теги. Вы уже прошли огромный путь. Так что же вы на самом финальном этапе, когда вы идете на почту, отправляете, вы сами себе режете крылья. Ой, не дойдет, ой, потеряется, ой, еще что-нибудь, ой, что-то там такое, там вообще посылка уже не трекается. Все, все, 24 часа посылка не трекается. Везде одинаковые люди работают. Сегодня не отрекались, через 3 дня отрекаются обязательно, да. Еще один такой пример приведу. Если мама мне что-то посылает из России, и вот она начинает, ты проверила посылку, ты проверила посылку, она дошла, она не дошла. Мама наверняка смотрит это видео, ты дошла, посылка дошла, проверь, пожалуйста. У меня нету физически на это время. Она уже переживает, уже слишком долго идет. Наверное, не самолетом полетела, а кораблем пошла. Опять там на почте что-то. Я говорю, мам, все, больше не говори об этом. И буквально последнюю посылку она мне отправила. И мы обе как-то, она была занята своими делами, я была занята своими делами. И хоп, она приходит ко мне квиточек, я маме текстую, говорю, мам, ты что, посылку отправила? Она говорит, о, я отправила, забыла даже тебе сказать. Либо сказала, но я ей забыла номер посмотреть. И посылка дошла очень быстро, да, очень быстро дошла, потому что никто не поднимал вот этот вот эмоциональный запуск, мысли о том, что посылка не дойдет или что-то случится. Итак, the end. Конец красивой истории, да. Итог. Не думаем о плохом, отправляем с радостью, используем всякие симаронские техники, волшебные ритуалы и так далее, и так далее, и так далее. Какие, сами придумайте себе. И до новых встреч, да. Мысли хотела, потерялась, потом, ну ладно, потом ее. Итак, с вами, как всегда, была Маргарита, это идти школа успешных продаж. Если вы еще не подписались на мой позитивный канал, создаем и продаем, идти школа успешных продаж, бла-бла-бла-бла-бла-бла, да. Пожалуйста, кликаем на кнопочку subscribe, колокольчик. Буду благодарна вам, если вы поделитесь этим видео в ваших социальных сетях. Чем больше народу знает, тем меньше вероятности того, что моя информация будет продаваться. Вы знаете, как я к этому отношусь, да. Тогда люди придут к первой источнику, а не покупать информацию вторых рук. Как всегда, моя информация в 90% бесплатная. Под каждым видео есть три основных линка. Первый линк – это линк для тех, кто готов поддержать мой проект денежным эквивалентом через PayPal. А второй линк – это линк на нашу группу в Фейсбуке. И третий линк – это партнерская ссылка для открытия эти магазина. Так, с вами была Маргарита. Горло пересохло. До новых встреч. Bye. Bye. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok